Добрый день! Сегодня мы говорим про IT-оснащение в сфере гостеприимства, гостиницах, ресторанах. Это второй эпизод нашего разговора. Для начала хочу еще раз поздороваться. Тем, кто смотрит нас на платформе для вебинаров. Обратите внимание, чат для вопросов находится справа. Презентацию можно уже сейчас скачать во вкладке документы. Не забудьте про вкладку вопрос. Можете высказать свое мнение. Сверху слева у вас есть стрелки, которые позволяют переключать режим отображения, сделать крупнее меня или презентацию, как вам удобнее. Отдельный привет тем, кто смотрит нас сейчас в записи на YouTube, в Facebook, ВКонтакте или в других социальных сетях Действия Абиматика. Пишите вопросы в комментарии, мы обязательно ответим, будем мониторить. И для тех, кто смотрит нас сейчас онлайн в Facebook, также пишите вопросы в комментариях или в личные сообщения. Обязательно все ответим. Мы, конечно, всегда готовы выслать презентацию по запросу. Если она вам нужна, это не проблема. Мы уже 16 августа проводили вебинар вместе с нашим экспертом по сетевому оборудованию Русланом Цогоевым, в котором начинали обсуждать как раз тему IT для хорика. В первую очередь обсудили вообще ситуацию на рынке, тренды, поговорили про телефонию и, собственно, про сетевое оборудование. Кроме того, 20 июля, тоже совсем недавно, мы могли видеть другой вебинар, который также есть в записи на нашей платформе на YouTube, посвященный Wi-Fi авторизации в общественных местах. Вы наверняка знаете, что за несоблюдение законов Российской Федерации можно попасть на штраф до 300 тысяч рублей или получить отстранение от деятельности коммерческой до трех лет. Поэтому тоже рекомендую посмотреть этот вебинар и узнать, как с помощью оборудования TGNET можно корректно и правильно осуществить, в том числе и в гостиницах, и в ресторанах, включение посетителей к Wi-Fi сети, чтобы не было таких проблем. И вот в продолжении всего этого разговора, собственно, сегодня мы поговорим про, опять же, законы Российской Федерации, но уже в отношении классификации отелей, рассмотрим примеры типовых решений для хорика и отдельно поговорим про видеонаблюдение, на котором мы не останавливались подробно как раз в наших прошлых разговорах. А вот все больше обсуждали телефонию, сетевой оборудование, вот как раз сзади меня замечательные рулапы TGNET и EGASET, но сегодня про них практически говорить не будем, вообще постараемся не повторяться. Собственно, классификация отелей, что же это такое? Сейчас действуют законы, которые выпущены в нынешней редакции еще в 2014 году, в утверждении порядка классификации объектов размещения, в котором подробно-подробно расписано, какие вообще могут быть гостиницы, какие у них могут быть классы, какая у них может быть звездность. Существует 6 категорий звездности, да, 1, 2, 3, 4, 5 звезд и категория вообще без звезд, поэтому, как ни странно, получается в сумме 6. Звезды даются за обязательные и за бальные критерии, делятся гостиницы на те, в которых более 50 номеров, менее 50 номеров, также выделяют курортные гостиницы, гостиницы в исторических поселениях, в объектах культурного наследия, апарт-отели. Конечно, домоводых и пансионат – это действительно отдельная история, так называемые специальные средства размещения. Мы, конечно, будем рассматривать самый типовой, самый типичный случай – это обычные гостиницы, ну, уже около 50 номеров. Понятно, что они могут свалиться как в категории более 50, так и менее 50. Срок действия такой аккредитации, срок действия получения вот этой звездности – это 3 года. 11 регионов прошли обязательную сертификацию до чемтоната мира по футболу. В Сочи это сделали еще к Олимпийским играм. Ну, вот, например, Москва, ну, кстати, Москва, Московская область, например, должны были это сделать еще в прошлом году. До 1 января 2019 года, то есть процесс уже практически заканчивается, все гостиницы более 50 номеров по всей России должны получить свою категорию звездности. Через год все гостиницы более 15 номеров, и до 1 января 2021 года абсолютно все гостиницы в России должны завершить этот процесс, и он должен закончиться. Есть, опять же, в сертификации множество нюансов, мы не будем совсем подробно останавливаться на каждой детали, но, так или иначе, сертификация гостиниц решается кейс-бай-кейс. То есть сами надзорные органы, проверяющие оценщики, имеют некую вариативность в своих решениях, и, ну, действительно, есть много нюансов. Отдельно оценивается как номера, так и работы персонала, так и средства размещения в целом, так что очень много аспектов в этом всем, ну, и, возможно, такая сложность или в каких-то случаях невозможность получить какие-то баллы, удовлетворяясь обязательным требованиям. Ну, например, если гостиница в старом доме, там невозможно поставить лифт, ну, как пример. Приводит к тому, что примерно половина гостиниц в России из тех, кто уже прошли классификацию, решили оставить себе категорию без звезд. Решили, что им это не нужно, если они, допустим, там до 4-5 дотянуться не могут по этим критериям, но в целом, как они считают, удовлетворяют, они остаются просто без звезд и каким-то другим способом, образом привлекают к себе постояльцев. Есть такое понятие бутик-отель, например, и так далее. Вот, собственно, такая достаточно большая табличка про обязательные критерии. Давайте пройдемся по пунктам. Телефонная связь из номера должна быть в отелях без звезд и в одной звезде. Это может быть кнопка вызова персонала, не обязательно даже телефон, при том только от 15 номеров. Начиная от двух звезд уже должна быть внутренняя телефонная связь с 100% номеров. Это, кстати, не обязательно для домов отдыха, ну, в скобочках можете смотреть, возможно, нюансы, но мы постараемся, опять же, останавливаться на более общей картине в самых частых случаях. В трех звездах уже должна быть высокая внутренняя и городская связь с 100% номеров, в четырех-пяти звездах внутренняя, городская, а также международная и, понятное дело, междугородняя связь также в 100% номеров. Поэтому телефоны в номерах быть должны, от этого никуда не уйдешь. Собственно, покупайте телефоны от компании «Эпиматик». Телефоны коллективного пользования в общественных помещениях также обязаны быть. Здесь, кстати, интересный момент, что, как говорят сами оценщики, те, кто проводит категоризацию, не прокатывают вариант, что вот у нас есть мобильный телефон в кармане, мы можем поставить и в любой момент его дать. Нет, это должен быть какой-то современный стационарный аппарат, который стоит на видном месте и доступен круглосуточно для пользования постояльцами. Опять же, видим, что начиная от трех звезд, должна быть возможность совершать междугородние и международные звонки. Интернет в общественных помещениях должен быть в четырехзвездочных гостиницах, а во всех номерах общественных помещениях по закону интернет должен быть только в пятизвездочных гостиницах. А как мы видим, в этом плане закон сильно отстает от реальной жизни. И, понятное дело, что для самих постояльцев интернет это одно из самых важных вообще запросов, один из самых важных критерий выбора отеля. И он действительно должен быть в любых средствах размещения, будь то одна звезда, две или сколько угодно. Но законы такие. Видеонаблюдение в общественных зонах и коридорах должно быть начиная от трех звезд, согласно этому закону. Ну и такая интересная вещь, как внутреннее радиовещание во всех помещениях, включая лифты, также должно быть в четырех и пятизвездочных отелях. Тут, кстати, оборудование от компании Appymatic тоже пригодится, естественно. Не забывайте про наше устройство. Совсем этим можем помочь. Другие помещения, другие услуги. В отелях от трех звезд обязан быть room service. Тут тоже должен быть либо телефон, либо какие-то другие устройства. Ну и также интеграция телефонии и прямая система может здесь помочь. Медицинский кабинет обязан быть в пятизвездочном отеле. А это значит, сразу держим в голове, что там тоже должен стоять телефон. Прибавляем еще одно устройство к проекту. Бассейн должен быть и обязан быть в четырех и пятизвездочных отелях. Как видите, в четырехзвездочном он может быть заменен на сауну с мини-бассейном. Но это не меняет ситуацию. Все равно там должен стоять какой-то телефон. Вот как раз телефонная Appymatic для ванных комнат в черном или белом исполнении идеально подходит для таких мест. Конференцзал. В отеле ход 50 номеров и не менее, собственно, пяти звезд тоже обязан присутствовать. Это значит, что в таких отелях, хочешь не хочешь, нам нужно оборудовать еще и конференцзал со всеми вытекающими потребностями по оборудованию. Аудиоконференц-телефон там скорее сюда поставится. Ну, а может быть, собственно, и систему видеоконференцзал связи. Почему нет? Возможность отправления и достатки телефаксов. Да, такой атовизм еще есть. Но такая возможность обязана быть в гостиницах 4-5 звезд. Например, с этим может помочь также наш АТС Ястар. То, что называется бизнес-центр. То есть некое помещение, в котором любой посетитель может поработать с копировальной техникой, провести какие-то переговоры. Там должен быть компьютер, электронные средства связи. Тоже вот 4 звезд обязаны быть. То есть мы заносим себе в планы, что еще и это помещение нужно оборудовать, подвести туда сетевые коммуникации, телефон и так далее. Спортивный оздоровительный центр с тренажерным залом. Также должен быть в 4-5 звездах. Поэтому сразу запоминаем, что нужно еще один телефон поставить. Ну, например, то же самое пимать. И ресторан, бар или другие типы предприятия питания, как написано в законе, от двух звезд должны в том или ином варианте быть. Так что сразу запоминаем, что и здесь тоже нужно продумать, какое оборудование туда ставить. Вот, собственно, эти баллы, которые набираются дополнительно к обязательным критериям. То, что мы смотрели до этого, должно быть обязательно. А здесь именно баллы. То есть их можно набирать за те или иные достижения гостиницы по тем или иным критериям. Но в сумме, чтобы получить ту или иную звездность, нужно, соответственно, набрать, например, 38 баллов, чтобы получить одну звезду для небольшого отеля. Или 132 балла, чтобы стать пятизвездочным большим отелем. Здесь тоже есть свои критерии. Например, в гостинице более 50 номеров наличие общественного доступного телефона с междугородной связью дает 1 балл. То есть это меньше 1% от необходимых баллов для того, чтобы стать пятизвездочным отелем. То же самое про интернет. Например, интернет-номерак дает всего 3 балла. Это 2% от пятизвезд. При этом наличие фоксимильной связи дает также 2 балла. Наличие в ванной комнате дополнительно телефонной трубки или, соответственно, какой-то возможности экстренно позвать на помощь, это тоже 2 балла. Но здесь мы все равно запоминаем, что нам нужна телефонная пиматика для ванных комнат также предлагать, потому что вот они нужны здесь. Но это все не так интересно, когда мы видим, что, например, за наличие спортивных площадок, большой парковки, трансфера, наличие таких вещей, как предметы антиквариата или искусства в номерах или в полах, можно получить те же самые 4-7 баллов и прекрасно себя чувствовать, возможно, с меньшими затратами. Так что конкретно здесь закон есть, но он не то чтобы совсем на нашей стороне. Все-таки нужно заказчика еще убеждать и показывать, что это не просто законодательные акты, а действительно нужно обладать современным информационно-коммуникационным оборудованием. Ну или, например, такая вещь, как трансляция телеканалов, посвященных истории и культуре народов России. Те же самые 2 балла, как и, например, за доступного интернет-терминала для гостей. Вот такие дела. Обязательные критерии также есть и для номеров, не для гостиницы в целом, а для номеров. Такие вещи, как телефон в номере на прикроватной тумбочке, но при этом закон никак не говорит, сколько должно быть телефонов, как они должны стоять, если несколько кроватей в номере. Ну, как-то кейс-байкейс, опять же, это решается. Телефон в каждой комнате или переносная трубка. Это актуально для номеров люкс, апартамент и сьют. Если вот такие номера уже выше категории мы рассматриваем, в эти проекты нужно заносить. Дерри телефона. Здесь тоже оборудование от GIGASET от E-Link. Вам в помощь, обращайтесь. Телефон в ванной комнате обязан быть от номеров первой категории и выше. То есть, если в предыдущих нормах, как мы смотрели, это нормальный критерий в целом, то здесь это уже обязательный критерий. Поэтому в такие номера нужно обязательно предлагать оборудование под брендом Айтематика. Удильное устройство и таймер, как интересно, должен быть в номерах от первой категории выше. Но почему-то в законе пропустили Junior Suite. Наверное, там люди могут не просыпаться рано. Компьютер с выходом в интернет по просьбе и только в пятизвеночных отелях, начиная от первой категории, должен быть. Но, значит, какая-то сетевая инфраструктура все равно должна быть, чтобы этот компьютер так или иначе работал. Вот такие интересные вещи, как розетка рядом с кроватью, обязаны быть тоже от номеров, начиная с первой категории. А в этом случае, опять же, например, наши телефоны FanVille могут помочь. То есть, вот этот USB-вход на телефоне, он считается. Или, например, USB-вход для зарядки на точке доступа Wi-Fi. То есть, розетка, по-моему, не обязательно должна быть в классическом понимании. И, опять же, есть больная система конкретно для номеров. Вот, например, такие вещи, как мини-бар и наличие Room-сервиса дают нам почти 5% от высшей категории Hue. И действительно важные вещи, но и они тоже отчасти перекликаются с телефонией или с наличием интернета, какими-то мобильными приложениями, чтобы можно было реализовывать это проще и удобнее для гостей. Вот, собственно, мы говорили про законы. Теперь переходим к теме, которая была обделена, так скажем, в прошлом вебинаре. Я уже говорил, мы говорили про телефонию как важную составляющую, про сетевое оборудование, как, пожалуй, самую важную составляющую от довольного гостя на выходе. Ну и, наконец, вот видеонаблюдение. Действительно, нужно отдельно про это говорить. И здесь, опять же, всплывают законы. Мы помним, что на предыдущих слайдах, что видеонаблюдение должно быть в гостиницах от трех звезд. Но нет. Берем другой закон, постановление правительства Российской Федерации 2017 года, номер 447, по обеспечению антитеррористической защищенности. И видим, что видеонаблюдение должно быть во всех, без исключения гостиницах. Во всех, без исключения средствах размещения. И должна быть обязательно фиксация и хранение видеоданных в течение 30 дней. Поэтому, чтобы там классификаторы и Министерство культуры в тех законах не говорило, мы видим, что видеонаблюдение должно быть в абсолютно каждой гостинице. И нужно им это предлагать и говорить, что это действительно обязательно по закону. Мы предлагаем оборудование Майлсайта. Наверняка вы про него слышали, видели. Но еще раз давайте пройдемся по основным преимуществам нашего оборудования. Про поддержку протокола СИК чуть попозже расскажем. Области применения Майлсайта действительно крайне широкие. Ну, как и в принципе видеонаблюдение. Парковки, торговые центры, жилые комплексы, спортивные объекты, аэропорты. И, конечно, наша с вами любимая сфера гостеприимства, она же Хорика. У нас есть камеры для работы в условиях ультра-низкой освещенности. Камеры с коридорным режимом, с различными вариантами поворота, зеркалирования изображения, чтобы максимально захватывать нужные области, в том числе и в гостиницах. Такие функции, как детекция движения, звука, аналитические функции, интеграция IP-телефонии, гумная инфракрасная подсветка, высокая частота кадров, видеор, конечно же. Камеры работают в широком температурном диапазоне, имеют высокие степени мандалозащищенности, защиты от пыли и влаги. Мы протестировали и полностью подтверждаем совместимость нашего оборудования для видеонаблюдения с нашим сетевым оборудованием, с брендами TGNET, Viteco, о которых мы как раз говорили пару недель назад. Так что обращайтесь к нам за комплексными проектами, все будет прекрасно вместе работать. Гарантия на оборудование MailSite 3 года. Мы гарантируем высокое качество оборудования и прекрасное соотношение цены-качество. Надеюсь, вы нам поверите, но всячески готовы это доказывать и показывать. MailSite является полноправным членом ONVIF и действительно имеет влияние, принимает участие в разработке международных стандартов. У нас подтверждены интеграции с такими брендами, как Synology, Axon, CVS. Скорее всего, в ближайшее время объявлены интересные интеграции с сервисом распознавания номеров и другими мировыми брендами. Недавно, если вы читали наши новости, как раз объявляли об интеграции с сервисом GVCG. Это 2D и 3D проектное моделирование. Если кто не знает, попробуйте, в том числе, таможенную гостиницу удобно отрисовать и посмотреть, какие нам нужны устройства, как организовать видеонаблюдение. MailSite обладает мобильным приложением MailSite Pro, что облегчает и упрощает работу с этим оборудованием. Имеет программные серверы видеозаписи. Возможность подключения неограниченного числа устройств к MailSite WMS и возможность мониторинга территориально разнесенных устройств в программном обеспечении MailSite CMS. То есть стараемся и MailSite старается действительно удовлетворять самым разным потребностям и не ограничивать пользователей, как может быть в других брендах есть такие вещи. Собственно говоря, гостиницы. Эту презентацию вы можете прямо сейчас скачать, ну или, соответственно, запросить у нас, если вы смотрите в записи, и подробно изучить. Конечно, мы сейчас не будем каждый слайд зачитывать, каждую букву, достаточно много текста. Но понятно, что потом непосредственно в изучении все эти данные пригодятся. Первая зона, на которую бросается, конечно, наше внимание, это холл, ресепшн. Первое, что мы видим, входя в гостиницу. Также нам необходимо организовать общее наблюдение, детализацию конкретных зон. При этом дополнительно может возникнуть на ресепшне ситуация, когда нужно оценивать и контролировать работу конкретных сотрудников. И, соответственно, нужно писать видео и звук где-то, например, на стойке регистрации. И поэтому здесь нам пригождаются различные оборудования от MailSite. Это в первую очередь ставим фишай камеру, которая полностью охватывает все пространство. Это первая строчка. Нужные зоны, соответственно, мы выделяем и можем добавить купольные или цилиндрические камеры от MailSite. Выносим внешний микрофон, например, на стойку регистрации, чтобы слушать и записывать разговоры. И, конечно, отдельные камеры ставим так, чтобы они контролировали входную группу. Это важный момент, потому что при входе можно зафиксировать практически 100% людей-посетителей, отреагировать на такие вещи, как праздношатание, так называемая функция, каких-то людей, которые, скажем, трутся около входа, что-то выслеживают. Ну и банально для маркетингового анализа считать трафик, смотреть, сколько, в принципе, людей входило-выходило и оценивать как-то их поведение. При всем при этом необходимо отметить дизайн камеры MailSite. У меня даже есть в руках прямо сейчас. Они достаточно миниатюрные, симпатичные, выполнены в современных симпатичных корпусах. Можете оценить и цвет, и исполнение так, чтобы не отталкивать посетителей, чтобы у них не было ощущения, что они в каком-то телешоу находятся, со всех сторон на них смотрят камеры. И просто это достаточно эстетично выглядело и вписывалось, так или иначе, в различные интерьеры, в различные гостиницы. Конечно, следующая зона – это коридоры. MailSite позволяет максимально охватывать пространство и глубину коридоров и в целом уменьшать количество камер, которые должны быть установлены для того, чтобы охватить все пространство видеонаблюдения. То же самое можно сказать и про лестничные пролеты. Здесь подойдут купленные камеры. Вот модели, опять же, с ссылками приведены на экране. Можете потом как-то на них посмотреть. Другие помещения, конференц-залы, точки проведения досуга, точки общественного питания, лифты закрытого типа, серверные, выходы на крыши, подвалы. Конечно, это тоже нужно охватывать системой видеонаблюдения. В каждом из этих помещений обычно достаточно по одной камере. Или в каких-то крупных помещениях, таких как конференц-зал, можно, опять же, поставить одну, все тоже уже нам знакомую, фишай камеру. Строчка номер три. При этом, говоря о лифтах, каких-то закрытых помещениях, нужно отметить, что камеры, конечно, не должны быть скрытыми. Они, наоборот, должны быть открытыми. Ведь мы знаем, что даже муляж неработающей камеры, скорее всего, отпугнет нарушителя и предотвратит преступление с намного большей вероятностью, чем спрятанная действительно работающая камера. То есть, понятное дело, что лучше что-то предотвратить, чем потом искать виновку. Пару слов буквально как раз об этой панорамной эпикамере мы на сайт фишай. Уже два раза успели ее упомянуть. Действительно, модель того стоит. Ее преимущество заключается в высоком разрешении, встроенной микрофоне, интеллектуальной ЭК-подсветки до 15 метров, при этом поддержка кодирования видео H265+. Технологии SuperVDR. Два режима, однопоточный и многопоточный. Наличие шести светодиодов 3 плюс 3. Семь моделей отображения, картинки, выделения конкретных зон. Три варианта монтажа. Толочного или, может быть, настенного. Вот на левой картинке можете посмотреть, как это может быть реализовано. Симпатичный, изящный дизайн, высокие степени защищенности IP67-K09. И поддержка карт памяти до 128 ГБ на случай, если прервется соединение по той или иной причине, чтобы все равно архив остался. Приглашаем, опять же, вас на наш сайт. Можете подробно изучить особенности данной камеры. Ну и ждем ваших заказов, оно того стоит. Видеонаблюдение нужно не только внутри помещения, но и снаружи. Также ту же самую камеру рыбий глаз, про которую вы только что говорили, надо поставить на улице так, чтобы она максимально охватывала площадь. Поворотные миниатюрные камеры на специальном кронштейне, соответственно, можно установить по углу здания, чтобы они смотрели две стороны по необходимости. или на каких-то вынесенных конструкциях. Так чтобы в итоге мы своим видеонаблюдением охватывали всю территорию гостиницы. Камеры с 12-кратным зумом, соответственно, подойдут, если территория достаточно большая, чтобы охватить все пространство вплоть до какого-то дальнего забора. При этом не забываем, что камеры всепогодные, мандалы защищенные, так что ничего с ними на улице не случится. И интересно, что камеры обладают возможностью стабилизации изображения, в случае, если установлены на каких-то внешних конструкциях, столбах, где возможно некое покачивание и какие-то другие помехи. Ну и последняя строка, конечно, не забываем про наблюдение за зданием с обратной стороны. То есть не только вот здание на территории, но и в обратную сторону нужно видеть, что происходит, оценивать ситуацию, состояние здания и иметь четкое представление о том, что вообще происходит, или может быть, что кто-то пытается как-то забраться в здание. И, в принципе, все эти же тезисы справедливые для парковки, ну, конечно, не забываем, что можно и нужно идентифицировать неких нарушителей, или просто машины, которые кому-то мешают, или где-то не там встали, или слишком долго стоят, вызывают подозрения. Поэтому, конечно, возможности высокой детализации и считывания номеров нам в этом помогут. Регистрация, как мы уже сказали, должна быть до 30 дней. Здесь нам помогут видеорегистраторы вот MailSite. Вот один из них у меня в руке. Это очень симпатичная модель, действительно прям приятно держать ее в руках. Мы имеем такие возможности, как подключение мониторов и организации поста наблюдений без дополнительных вложений. Поддержка кодека H.265+, позволяет снизить затраты на хранилище и сэкономить до 80% дискового пространства по сравнению с кодеком H.264. Это тоже важно. И, конечно, широкий модельный ряд регистраторов с различным количеством каналов помогает поддерживать различные проекты, ну и, соответственно, реализовать тот функционал, который нужен в каждом конкретном случае. Выбирается непосредственно по требованиям, поэтому обращайтесь. Действительно, регистраторы разные. От 13 600 рублей до 75 000, от 9 каналов до 64 и до 80 терабайт в рейд-массиве. Так что, смотря на что нужно конкретной гостинице, конкретному ресторану, мы готовы предложить разные варианты. Обещали сказать отдельно про поддержку СИП. Действительно, поддержка этого протокола позволяет реализовывать комплексные взаимодействия между системами видеонаблюдения, телефонии, видеоконференц-связи, домофонии и вообще всей IT-инфраструктуры нашего отеля. Например, такие вещи, как звонок по короткому номеру или нажать все кнопки на конкретную камеру с телефона. Это может быть как видео-телефон, так и аудио-телефон. Соответственно, если в камере подключен динамик, громкоговоритель, есть микрофон, то можно полноценно поговорить, в том числе осуществить видеозвонок с человеком, интегрировать видеонаблюдение с системой контроля доступа, программировать камеры так, чтобы они звонили по наступлению какой-то тревожной ситуации, по наступлению события, ну и подключать участников через камеры в Майл-сайт, как полноценных участников в сеансе видеоконференц-связи. Это все возможно, все доступно, так что действительно от поддержки протокола СИП может быть много пользы. Проект, который, возможно, уже видели в прошлой презентации, вот нам нравится пример из Нигерии, где более 200 устройств Майл-сайта установили как внутри гостиницы, как и на улице, в разных условиях защищенности, в разных температурных условиях и погодных. В итоге проект удался, заказчик доволен, с помощью ПТЗ-камер и других моделей удалось полностью защитить и покрыть видеонаблюдением этот отель. Другой проект, это не гостиница, школа, но для образовательных учреждений и объектов размещения в целом принципы одни и те же. Нужна высокая степень защищенности, высокая степень безопасности, покрытие всей территории и так далее, и так далее. Вот, например, в Саудовской Аране также организовали проект, в котором одновременно три здания покрываются общей сетью видеонаблюдения, тоже больше 200 устройств установлено. Ну и тут интересная функция родительского контроля. Через приложение в любой момент могут посмотреть, что где происходит, подключиться к картинке. В сфере гостеприимства это также применимо. Это может быть, например, какие-то маркетинговые вещи из серии «Посмотрите прямо сейчас, что происходит в нашей гостинице, как у нас классно», «Оцените погоду» или еще что бы то ни было. Так и контроль за сотрудниками, обеспечение безопасности и другие варианты применения. Подробнее про то, о чем мы сейчас говорили, можно посмотреть на нашем сайте. Буквально вчерашним числом опубликована статья про видеонаблюдение в гостинице, где максимально подробно мы рассказываем про все аспекты таких проектов. Как раз можете посмотреть сейчас в чате, что происходит дискуссия между Владимиром и Сергеем. Вот Сергей один из наших экспертов в области видеонаблюдения, с которым можно связаться в том числе и по почте сети, via.com.ru, мы всегда готовы подсказать и оказать поддержку нашим партнерам и рассказать все, что вам нужно, и поделиться презентациями и другими данными. В том числе Сергей напоминает, что как раз сейчас в чате, что партнеры могут получить камеры, в том числе и фишай на тест, лично оценить преимущества, составить свое мнение. Действительно будем рады, если потом напишите какой-то отчет, расскажите о своих впечатлениях, обращайтесь, можно к вашим личным менеджерам, персональным менеджерам в отделе продаж, ну или даже ко мне напрямую, обязательно поможем, расскажем, что делать. Идем дальше, немножко поговорим про типовые IT-решения для сферы гостеприимства. Отель. Вы, наверное, уже видели в прошлой презентации, мы, отчасти, тему затрагивали, но сейчас более подробно. Небольшое лирическое отступление. Еще раз повторимся, что рынок гостеприимства в России один из самых быстрораспущих вообще в мире. По 6% в год примерно составляет рост, что достаточно много. И интересные цифры, что стоимость оснащения при реконструкции, реновации гостиниц одного номера в целом составляет 40-60 тысяч долларов. При строительстве новой гостиницы сумма уходит где-то 55-75 тысяч долларов. Так что деньги есть, гостиницы строятся, и нужно не стесняться предлагать и наше оборудование. Как видим, в общей массе это совершенно не такие большие суммы за полноценное, профессиональное, качественное IT-оснащение номера тем необходимым оборудованием и с точки зрения законов, и с точки зрения потенциальных потребностей постояльцев. Вот типовое решение для отеля. Мы берем отель 50 номеров среднего класса, с различными помещениями, но, так скажем, без излишков и без каких-то там лишних пространств. Понятно, что все эти расчеты, все эти наброски можно плюс-минус двигать туда или обратно, то есть что-то увеличивать, что-то уменьшать. Эту табличку мы показывали как раз несколько недель назад на предыдущем вебинаре. Есть несколько отличий, мы немножко доработали. Тем, кто найдет эти отличия, можно какой-нибудь персональный подарок дать от компании «Эпиматика» за то, что вы досконально изучили материалы, которые мы разрабатывали. Опять же, потом можете к нам сейчас скачать презентацию или посмотреть потом в записи, запросить у нас. Конечно, мы сейчас не будем таблицу изучать от и до подробно по каждому. Таким образом, мы получаем красивый цифр ровно миллион рублей примерно нужен на решение телефонии в современной средней гостинице. Вот табличку тоже прилагаю, можете потом изучить, понять, что по вашему мнению нужно, не нужно, может быть, что-то нужно добавить, что-то убрать. Решение для импишевного Wi-Fi также необходимо и, как мы говорим, с точки зрения постояльцев это даже важнее, чем, собственно, какая-то телефония. Зачастую люди могут вообще не заметить, есть у них телефон в номере или нет, а вот если нет интернета, нет Wi-Fi, это заметят, как вы приводили статистику, 94% посетителей гостиниц. Здесь мы используем оборудование OptiGenet, контроллеры CloudBox M5, коммутаторы, общественные точки доступа в общественных зонах и Wi-Fi точки доступа в номерах в другом форм-факторе. Соответственно, Wi-Fi телефоны в номерах тоже подключаются через интернет, устройства гостей замечательно работают с помощью, опять же, наших точек доступа в номерах и вся IT-инфраструктура также подключена к общей сети. Телефоны в номерах проводные, компьютеры, периферийные устройства, телефоны офисных сотрудников, телефоны на ресерч, и, конечно, сеть видеонаблюдения. Так все собираем вместе и все замечательно друг с другом работает. Здесь тоже привели примерные подсчеты и такая вот примерная стоимость именно вот этого сетевого решения у нас получается в районе полумиллиона рублей. Опять же, на 50 номеров вы здесь читали. Можете посмотреть, но, понятное дело, что это варьируется туда-обратно. И, естественно, это цены в рекомендованных розничных ценах, то есть то, что получают конечные пользователи. Не будем, опять же, останавливаться, запрашивайте презентацию и все подробно рассматривайте. Решение для хостела. Оно, конечно, намного более простое. Тут, понятное дело, что люди стараются сэкономить и стоимость таких проектов уже сильно ниже. Если, например, смотреть какие-то типовые франшизы по открытию хостела, типовые предложения, на самом деле не так много денег тратится в принципе на открытие хостела. То есть, где-то до миллиона рублей даже. Поэтому, даже полумиллиона рублей такие предложения тоже можно найти. Так что стараемся брать по минимуму самое необходимое. Здесь, скорее всего, даже, например, не АТС, а старый С20 с модулем отель будет использоваться, а скорее всего, как и виртуальный АТС, может быть, Манго Офис или других поставщиков таких услуг. Wi-Fi нам в любом случае нужен, без этого деться никуда. Так что мы также закладываем контроллеры, коммутаторы. Три точки доступа в среднем хватит на помещениях хостела. Ставим одну камеру малосайд на 2 мегапикселя на ресепшене. Также нам нужен видеорегистратор. Но тут, опять же, плюс-минус можно варьировать оборудование. Например, камеры на 4 мегапикселя, если им нужны, стоят не сильно дороже, можно рекомендовать их. Возможно, пригодится две-три камеры в разных помещениях, на улице, на входе. Нужно смотреть каждый конкретный проект. Также аудиодомофон может стоять, может не стоять. Здесь тоже нужно смотреть по конкретным потребностям. И телефоны нужны сотрудникам. Мы представили, что здесь три сотрудника, два из них, так скажем, мобильные и один стационарный телефон, также включаемый через Wi-Fi, стоит на ресепшене. Кстати, вот эта модель E-Ring W41P появилась буквально недавно. Если вы про нее еще не слышали, зайдите там на сайт, почитайте. Действительно, очень интересное устройство само по себе. Надеемся, что у хостела все будет хорошо. Посмотрим, какой в осенней сессии парламента, в какой трактовке будет принят закон о хостелах. Так что будем верить, что рынок будет развиваться. И вот такие примерные прочеты проектов, вот видите, меньше 150 тысяч рублей у нас получилось, не будут вызывать у заказчиков каких-то непониманий, и они будут устанавливать себе качественное оборудование, телефония, интернет, видеонаблюдение и демофонии. Отдельно нужно поговорить про ресторан. Если мы традиционно рестораны выносим как некую составляющую сферы гостеприимства, может быть, даже не самостоятельно, подразумевая, что практически в каждой гостинице так или иначе есть ресторан, но все-таки в России есть больше 80 тысяч самостоятельных объектов общественного питания, кафе, ресторанам, которым тоже нужна некая IT-инфраструктура. Клиентам в первую очередь необходимо включение к Wi-Fi, особенно путешественникам, людям с ноутбуками, каким-то бизнесменам и так далее, и так далее. Действительно, очень важно. И возможность зарядки устройств. Ну, конечно, компания «Эпиматика» зарядными устройствами не торгует, но, например, даже точки доступа к Wi-Fi, в них может быть отдельный USB-порт, который тоже может помогать с решением этих вопросов. Специфика та же, что и может быть в гостинице, большое количество оппонентов, быстрая их сменяемость, большой поток устройств, которые постоянно меняются, и, конечно, необходимость авторизации с точки зрения законодательства. Здесь все то же самое. С точки зрения телефонии, домофонии, ну, честно признаться, рестораны не так часто об этом задумываются, говорили с экспертами и с представителями ресторанного бизнеса. Ну, зачастую все обычно реализовано просто с помощью мобильных телефонов и зачастую чатов. то есть переписываются люди в Телеграме, в WhatsApp, у всех какие-то просто мобильные телефоны, смартфоны, у многих есть какие-то специальные приложения, какие-то наработки именно под крупные сети, рестораны. Зачастую телефоны даже, в принципе, не стоят в каких-то точках общественного питания, но есть обратные ситуации. Действительно, особенно в ситуации, когда есть доставка еды, когда нужен некий колл-центр, когда человек может позвонить и заказать еду, при этом используя мобильные приложения, опять же, такие как Delivery Club, Яндекс.Еда, а сделать это по старинке, так скажем, по телефону, здесь уже нужно задумываться о создании какого-то колл-центра, об установке IP-оборудования, покупке номера 8800 или просто красивого номера. ситуации, конечно, бывают разные. При этом возможна интеграция телефонии и сервисов приема заявок, интеграция с CRM-системами, создание голосовых IP-р с распознаванием речи, зачем, например, заниматься Яндекс.Пички, чтобы даже обходиться без людей при заказе еды. Вообще, такие технологии популярнее всего в таксопарках, чтобы уже без людей люди по телефону могли заказывать такси, но вот заказ еды пиццы, суши и так далее. Это вторая популярность сфера, где такие технологии могут быть успешно реализованы. В соответствии со спецификой отрасли, мы, в принципе, не предлагаем трубки для официантов именно. Часто бываете подобным заведением, знаете, что многие ходят до сих пор с блокнотиками, с ручками, записывают заказы и, в принципе, не нужно какое-то дополнительное оборудование. Готовность блюд сообщается какими-то вербальными методами, какими-то записками. Многие в современных ресторанах ходят, опять же, с смартфонами, с специальными приложениями, в которых какие-то бонусные системы, карты посетителей и так далее. Так что, в принципе, какие-то можно было бы предлагать официантам те же трубки и кассет, но это получается нецелесообразно и неинтересно для конечного заказчика. Домофоны также ставят не так часто, но если есть какой-то второй вход, служебный вход или какие-то черный вход, можно так его назвать, вполне вероятно, что нужно проставить аудио или даже видео домофонов ванвилл и во многих ресторанах сетевых или не сетевых несуть принято также домофонам защищать помещение финансового департамента бухгалтерии, где-то где сейф, хранятся какие-то важные данные или деньги, выручка. Так что один-два домофона в проекте среднего и крупного ресторана конечно тоже нужно учитывать. А вот без видеонаблюдения опять же никуда во всех ресторанах, барах, подобных заведениях принято организовать видеонаблюдение во всех помещениях и служебных и помещения открытых, контролировать как посетителей, так и своих сотрудников, предотвращать может быть воровство в первую очередь, а даже своих сотрудников работали мимо кассы и так далее. И конечно же входную группу тоже нужно контролировать. по сути все помещения кроме туалетов и раздевалок для персонала покрываются системой видеонаблюдения. Так что не забывайте про наш мал сайт. И вот такую примерную схему ресторана мы нарисовали. Здесь в отличие от прошлых примеров мы решили организовать синглсорту на оборудовании GIGASET даем трубку GIGASET HOSTES более презентабельную охранникам и на кухню мы кладем по трубке GIGASET ARCH450H это защищенная влагонепроницаемая пыль непроницаемая которую можно ронять которая с фонариком та самая которая идеально подходит для таких мест. Даем IP-телефоны E-Link бухгалтерам офисным сотрудникам может быть какая-то служба приема каких-то обращений банкетная служба в основе сети устанавливаем IP-ATSEA100 S20 нам здесь достаточно ну и конечно все это объединяем единую сеть вместе с видеонаблюдением и Wi-Fi и вот такая примерная стоимость комплексного решения для ресторана получается здесь мы учли и Wi-Fi и видеонаблюдение видеорегистрацию телефонию все все у нас вышло в 3,5 тысячи долларов в ценах конечного заказчика потом можете табличку посмотреть изучить мы конечно тоже будем дополнять смотреть на реальные проекты может быть носить какие-то изменения чтобы быть максимально приближенным к реальности сейчас прошу прощения я отвлекусь на 30 год посмотрю что происходит в чате может быть есть какие-то вопросы но вижу что дискуссия здесь Сергей нашим инженером по видеонаблюдению идет достаточно активное давайте я зачту услуг для тех кто смотрит нас в записи или может быть сейчас в фейсбуке замечание как раз от Сергея Костякова моего коллеги при построении проектов на оборудении Майлсайта в том числе в отелях при представлении материалов для публикации могут получить не только дополнительную рекламу своей работы и своей компании те объекты в которых собственно привезла инсталляция но и индивидуальные условия по оборудованию это действительно так мы готовы сотрудничать наш отдел маркетинга тоже готов мы всячески будем продвигать соответственно и решения в целом и сами отели гостиницы может быть даже сами к вам приедем собственно почему нет так что давайте дружить организуем какое-то взаимовыгодное сотрудничество всегда нам есть что подарить как договориться так что уверен что будем полезны друг другу ну и кстати да очень скоро цены приятно удивят заказчиков будет новый прайс-лист он будет выслан всем партнерам так что ждите обязательно придется обязательно вам будет интересно и получите эту информацию а также эксклюзивное предложение для партнеров по распродаже складских остатков mail-сайт ну наверное ближайшие дни это произойдет так что ждите наверное те кто сейчас смотрит наш вебинар в прямом эфире первые кто узнал эту информацию и вы сможете получить такой эксклюзив ну а теперь дальше уже идем собственно по программе вебинара вот проект о котором мы тоже уже рассказывали интересно как реализовано собственно вот в сети пиццерии домино спица проект телефонии это по сути такой передвижный колл-центер то есть сотрудники отвечают посетителям которые пришли оффлайн непосредственно пробивают заказы выдают их так и отвечают на телефонные звонки и могут работать как оффлайн так и онлайн одновременно с помощью наших замечательных телефонов E-LIM модели SIPT21 в заключении хочется сказать что все те же принципы организации телефонии домофонии видеонаблюдения справедливы для самых разнообразных сфер и для всех аспектов сферы гостеприимства как музеи какие-то культурные объекты организация туристических услуг организация экскурсий проведения экскурсий перевозка туристов как и логистические услуги квесты так далее и так далее везде применимы наше оборудование и плюс минус все преимущества так или иначе будут теми же ну конечно своей спецификой и действительно особенности организации Wi-Fi сети применимы в любой отрасли с большим потоком оппонентов и с большим количеством подключаемых устройств это может быть сфера образования о которой мы сегодня уже говорили больницы развлекательные центры кинотеатры весь интертеймент и так далее и так далее то есть все где много людей там пригодится оборудование вот PigeNet или Wi-Tech по запросу мы конечно готовы предоставить примеры проектов на различные оборудования разные решения практически в любой сфере так что обращайтесь всегда готовы помочь выслать материалы и вместе с вами проработать какие-то проекты вот на этом я пожалуй заканчиваю спасибо за внимание да еще раз меня зовут Илья мои контакты на слайде обращайтесь в любое время всегда рады пообщаться и вот спасибо до свидания субтитры